Довольно много мы уже рассказывали и про Райнера Кницию, это великий автор современности в настольных играх, который сделал много сотен настольных игр, и многие из них, я уверен, вы играли, а в некоторые, возможно, даже не знали, что он является их автором. А еще много мы рассказывали про механику Наследие, это специальная механика, про которую мы поговорим немножко позже, но сегодня мы будем говорить и о том, и о другом, потому что они совпали вместе в одной коробке. Всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media, сегодня у меня на столе мой остров, настольная игра, и по факту это такое продолжение игры Мой Город, но с сюжетом они никак не связаны, абсолютно разные игры, просто как бы это, на мой взгляд, одна и та же серия, май вот эта вот. Связаны они, конечно же, тем, что у них автор Райнер Книция, один и тот же, и тем, что это обе игры с механикой Наследие и размещение тайлов на игровом поле. У нас будет целый набор тайликов таких вот, они у нас есть из двух, трех, трех и четырех клеточек, и у нас здесь, соответственно, сетка из шестигранных слотов, которые мы будем вот эти вот тайлики разными способами вставлять для того, чтобы зарабатывать победные очки. У каждого планшета такой вот, есть две стороны игровые. Первая сторона игровая, это та, на которой вы будете проходить кампанию, вот здесь, видите, написано Юра, и уже помечены какие-то победные очки, плюс здесь у меня уже есть наклеечка, но это небольшой спойлер. И, соответственно, базовая сторона, на которой можете играть по факту в любой момент, прочитав полные правила игры. Ну, я бы не стал бы этого рекомендовать до того, как вы прошли сюжетную кампанию. В игре есть восемь таких конвертов, в каждом из них разный набор компонентов, они разные по толщине и так далее. Прямо после прочтения базовых правил вы вскроете первый конверт, и он вам даст дополнительные правила для игры, и расскажет про то, как вы будете играть первые три партии. То есть, по факту, у вас каждую партию будет меняться немножко правила добавляться, чтобы новое, а каждые три партии будут прям кардинально что-то меняться и изменяться. Давайте же потихоньку разбираться, как играть в мой остров. Итак, по-настоящему здесь все просто до банальности, особенно когда вы начинаете игру. И этим я люблю вот многие семейные игры на механике наследия. Тем, что вы начинаете и можете посадить за эту игру кого угодно изначально, но потихонечку она будет обрастать правилами, становится все сложнее, комплекснее и более насыщенной, и в итоге получится такой большой-большой игровой процесс в рамках одного планшетика. И в итоге у вас у каждого вырастет индивидуальный планшет, и я сейчас покажу почему. У нас у каждого изначально есть планшет, они абсолютно вначале одинаковые, и у каждого есть абсолютно одинаковый набор тайлов. Потом, конечно, и это небольшой спойлер игры, ваши тайлы и ваши планшеты будут у каждого немного меняться, и вы закончите игру с разными наборами того, что у вас есть на игровом поле, и того, что у вас есть в этих тайлах. Поле нет, не будет, но вы будете туда приклеивать различные наклеечки, и тем самым, соответственно, у вас картинка на поле изменится. Всем этим тайлам соответствуют такие вот карты. На каждой из них изображен один тайлик. Игра играется всеми игроками одновременно, вскрывается всего лишь одна карта, и после этого вы каждый у себя ищите тайлик с таким же рисунком. Они все уникальны, то есть вы видите, все трешечки, они абсолютно разные. Берете его и выкладываете его у себя на игровом поле. Изначально правила у вас будут такие. Вам нужно первый свой тайл выложить так, чтобы он касался хотя бы одной клетки пляжа, и вы не сможете строить на пальмах и в глубоких джунглях в первых раундах. Потом, возможно, все изменится. Вы прибываете на остров, начинаете его исследовать с берега. И, как я уже сказал, первый конвет, он вам даст дополнительные правила. В этих правилах вам будет сказано, это не спойлер, потому что вы первым делом это откроете в игре. Вам будет сказано, какие у вас специальные правила на первую игру, на вторую игру, и на третью игру на другой стороне. То есть, какие у вас условия получения победных очков. И здесь вам будет сказано, что вы получаете победные очки за каждый домик, который выложили на береговой линии. То есть, если я, например, положу вот так вот, у меня будет два домика, я сразу себе начислю два очка. Начинаем мы с десяточки, чтобы вы умели уходить в минус. Это тоже здесь важно, я объясню почему. А вот, например, во второй партии вы получите уже специальное правило, которое вам скажет, что если у вас будет три дорожки в ряд, как бы здесь это сделать, вот так вот, да, вот так, и вот так, например, да, то вы должны положить на них зеленый кубичек, и за это получить сразу три дополнительных очка. В третьей партии это правило поменяется, и вам нужно будет каким-то образом строить пять дорожек, чтобы получать пять очков, но при этом надо не забывать про то, что вы все еще выкладываете себе домики на пляж, чтобы получать победные очки. Кроме того, есть очень важное правило. Вы, если разместили какой-то тайлик, у вас первый должен быть на пляже, то остальные тайлики, которые выходят каким-то образом по этим карточкам, должны выкладываться таким образом, чтобы хотя бы один сиву на грани совпадал. То есть я могу выложить домик к домику, вот так вот домик к домику, вот так вот домик к домику, вот так домик к домику, или, например, вот так вот, дорогу к дороге. Это простые базовые банальные правила. Но в ходе игры вы будете делать следующие вещи. У вас постепенно будет застраиваться остров, застраиваться остров. Давайте мы сейчас немножко посимулируем этот процесс. И в какой-то момент окажется так, что у вас выходит какой-то тайл, который вы, например, не можете абсолютно никаким образом разместить. Вот то есть, например, выходит вот эта карточка, и вы понимаете, что у вас, в принципе, этот тайлик никуда не влезает. И вот здесь у вас встает тогда дилемма. Либо вы можете его перевернуть не с лицом, и за это потерять одну победную очко, и продолжить игру. Либо сказать, что я не буду ничего не переворачивать, не буду терять очки, и я на этом игру закончу. Все остальные игроки продолжают играть, потому что у них может быть абсолютно другое расположение тайлов на игровом поле. Но вы сидите и ждете. В итоге, когда они закончили, они тоже могут так же переворачивать тайлы по одному, второму, третьему, терять за них победные очки. В итоге мы почитаем, у кого очков больше. Тот, у кого очков больше, получит себе два победных очка на конец кампании. То есть вы будете заполнять эту вот часть планшета, и в конце, в самой конце всех 24 ваших партий, тот, у кого больше здесь закрашен точек, победил в принципе во всей игре. А тот, у кого меньше, соответственно, не победил. Ну вот в рамках партии первый получает два победных очка, второй получает одну победную очку, а все остальные получают какой-то маленький бонус. И в первом сценарии это получить себе наклеечку с пальмами, вот такую вот, и заклеить себе глубокие джунгли. Почему? Я думаю, вы догадались, что в следующих раундах где-то вы сможете строить себе уже и на пальмах. И вот здесь я постараюсь все-таки избежать спойлеров того, что по сюжету, потому что игра, она реально, вот на вот этих вот маленьких простых правилах, и которые не сильно прям будут меняться, но добавляют вам постоянно чего-то новенького, она реально не переставала удивлять нас с каждым конвертом. Ну то есть то, что добавятся новые кубики и новый подсчет победных очков за клястеры, так сказать, или дорожки из одного типа клеточек, мы, конечно, догадались сразу. У нас уже зеленые кубики есть, значит, скорее всего, будут и другие. Но то, что там появятся дополнительные гости у вас на острове, и всякие опасности, которые могут быть, которые надо будет справляться, или что даже появится дополнительная часть игрового поля, которого вы не ожидали. Но это тоже спойлер, я не буду вдаваться в подробности. Вот этого мы не ожидали совсем. Постепенно ваш остров будет расти, развиваться, и даже здесь сразу видно, что, например, здесь вот уже на острове, есть, например, здесь пятерочка нарисована, здесь флажочек с пятерочкой нарисован, здесь единичка нарисована, здесь на флажочке, а здесь единичка просто так нарисована. И вот все оно будет каким-то образом использоваться. Плюс у вас здесь, соответственно, стоят специальные символы еще там, там и там. И это значит, что сюда будут клеиться какие-то особые наклейки, которые вы сможете наклеить. А вот что они будут вам давать, вам предстоит выяснить из этих восьми конвертов. Прикольная тема с тем, что мы играли в игру с ребенком. Вот, вы знаете, она на троих разложена. Ребенку 9 лет, он спокойно справился с игрой на первом этапе. То есть он как бы хорошо шел, нормально получал победные очки. Как видите, у него три даже записано. Но вот когда игра начинает, становится более комплексной, если вы играете с ребенком, рекомендую дать ему следующую фуру просто. Скажите, что он начинает не с 10 очков, а с 20 очков. И попробуйте его обогнать. Это маленький хумрул, который мы использовали, но который очень помог удержать ребенка в игре. И при этом могу сказать, что в принципе даже без этого ему было играть интересно. По одной простой причине, что мой город, предыдущая игра серии, это по факту была игра, на которой мой ребенок Мишка научился проигрывать. То есть до этого он всегда очень расстраивался. Всегда очень большие проблемы у нас были с тем, что он не хотел садиться второй раз в игру, в которую он проиграл. Но вот на моем городе и на этой игрушке это подтвердилось еще раз, что очень полезная штука, когда вы проигравшего игрока чем-то одаряете. В данном случае это наклеечки, которые выклеиваете себе на игровое поле. Или еще куда-то, не буду говорить куда. И каждый раз он получает их. И за счет этого его горечь победы не такая горькая. И он может спокойно продать играть, потому что он знает, что даже если он проиграл, он все равно что-то получит полезное. И ему в следующий раз будет проще играть. Но, конечно, когда мы потом начинаем строить комбинации себе там из зданий, из стен и так далее, из всего остального, он за этим пока не успевает. Математически он не настолько подкован сильно. Поэтому ему нужна небольшая фора. Вот мы придумали это 10 очков, типа давайте ему дополнительно. Тогда как бы соревнование получается неплохое, потому что он, в принципе, вот на 10 очках как раз он неплохо работает. Но есть еще один интересный момент в том, что кроме того, что у вас здесь есть наклейки, которые будут удерживать игрока отстающего в игре и давать ему различные бонусы и сохранять интерес к игре, конечно же, большой интерес в игре дают вот эти вот самые конверты, которые, во-первых, вы каждый раз, когда открываете, находите реально новые компоненты. Там у вас и новые деревяшки, и новые картонки, и новые карты. Все, чего хоть много всего, прям реально очень постарались авторы игры над тем, чтобы игра была насыщенная, глубокая и с каждым конвертом давала какие-то новые игровые впечатления и ощущения. Ну и плюс, соответственно, конечно же, вот этот вот конверт держит ребенка в том числе в интересе и поддерживает в нем желание играть дальше и смотреть, что там будет. Ну и, конечно же, если что, если вы хотите поиграть вне компании, просто с друзьями, вы переворачиваете свой планшет на другую сторону и потихонечку играете на этой стороне по полным правилам, которые есть уже здесь, как видите, есть вот тотемы, ну и от которых нужно будет прокладывать дорожки к морю. Это прямо в правилах написано про эту сторону поля. Здесь уже нет части, где у вас общепобедные очки, вы просто играете на победные очки. Так что игрушка разнообразная, играть можно и так, и так, как вам нравится, но я рекомендую, конечно же, проходить конвертики. Если вы хотите себе хорошую семейную игрушку для того, чтобы провести вечер, а мы играем по несколько партий за раз, и даже в правилах рекомендуется отыгрывать весь сезон, то есть три эпизода за один вечер, я не занимаюсь всего лишь по полчасика, по-моему, это отличное время распорождения для вас и вашей семьи. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Нейтмедиа. Всем пока!